Ну надоест здесь, могу в кукольный театр идти, опт работы есть. Водставку подав міністр охорони здоровья України Олександр Квіташвілі. Хто на його місце прийде, ми поки не знаємо, але ми на нашому каналі пофантазували, хто б місце його міг зайняти в перспективі. У нас знайшлося три кандидатури. Це Олег Ляшко, це Зорян Шкіряк і це Леонід Черновецький. Людям ми не скажемо, що ми все вигадали, але тим не менше ми подивимося їхню реакцію, і подивимося, кого б вони швидше хотіли бачити з цих кандидатур. Куда ми? Куда ми? Куда ми? Дівчата, добрий день. У нас невелике соціальне опитування. Ви знаєте, на днях звільнили міністра охорони здоровья, він подав відставку. Ну, часті. Ну, чого ти слышали, так? Чого не слышали, я? Олександра Квіташвілі. Він подав відставку і зараз на його місце офіційно претендує Олег Ляшко. Я думала, ви. Ну, я в перспективі, але це пізніше трохи. От якби із них треба було. Ми хочемо б бачити професіонал. Более адекватний Ляшко. Ляшко, так? Ну, не знаю, я не обмікаю поліцію, але часа так, звісно, не легко. Ляшко, вроде, более адекватно. Ну, він б порядок би навів. Ні. Так, Чорновецький, Шкіряк. Чорновецький. А і що, воно ще всіх курить траву? Ну, як ви взагалі, че вам? Кого ви хотіли бачити? Кого ми хотіли бачити? Точно, не Ляшко і не Чорновецького. Точно, да? А Шкіряк? А я взагалі не знаю, хто це, якщо чесно. Ну, Шкіряк, здрасте. Шкіряк. А є зуня Шкіряк? Покажіть. На самом деле, ми не дурочки, але ми просто неможко з іншої сфері. І, скажімо так, політика, новости, я навіть не смотрю. Не, 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 а що ви? А ну, мандруть одна. А що такое? Не надо. Я навіть медицину, як таку, не признаю, я народну. Тому для мене медицина офіційна, я тільки чую, що вона корумпована, що вона належним чином не охороняє дійсно наше здоров'я. А народна охороняє? Ну, народна я сам себе охороняю в народній медицині. Що таке народна? Це значить, на природу профілактика, виїхати, відпочити на природі. Розумієте? От там травки може якісь зібрати, там липовий цвіт, згіробой там і так далі. От цим користуватися, відварами. Це нормально. Ну що, може якусь там травку лечебну, може були б там якусь, нет? Та ну, це саме, ну, Ляшко зразу не. Че? Та клоуна хватає везде, молодці які роботи. Ух, шкіряк, ну не знаю, летать там, це саме. Тоже, наверное, подругуся б по больницям одягу, показывав, там рассказывав все, це саме. А у Чорновецки, наверное, якраз б це саме. Он б там, да, пусть б оборот наркотиків нормальний. С молодой командою, да, влетав? Да, може, хоть б это саме, там, ну ты понял, нормально б ли б это саме. С лекарствами перебоя бы не було. Зараз я работаю, здесь тоже перебой, с медикаментами. Може, хоть бы нормально это саме. З астезіология, да, у нас б было? Да, да, морфин, так да, бывает такое, що у нас був какой-то период, даже морфина не було. Може б наркотики були какие-то, это саме. Ну да. Блестящий маркетинг, ти послушай, он взял самый дешевый и самый многочисленный электорат. Это же классика жанра. И самый активный, самый активный. Вот, килограмм речки, банка подсолнечного масла, что там еще, и у него в кармане, ну извините, да, понятно, мандат и все, что он хотел. Ваше, можливо, б це до легалізації якихось речовин. Тоді вибрали, да, ему? Навряд чи. То есть молодь за ляшкавніш, чи за цю, за чиновець? Це, мабуть, єдиний плюс, якби він міг бути, щоб держава поставила б різні наркотичні речовини на конвейер. Не, ну их все равно реализуют, продают. Не власний кошт. Так, би, від цього був якийсь плюс, типа, до загального бюджета. Ну так, ну, наприклад, у мереці існує практика лікування марихуаною. Ось, а так, з цих трех кандидатів, я думаю, ні, ніхто. А Шкиряк, як вам, не очищ? Зорян Шкиряк, а хто все-таки? Після історії з Непалом, це взагалі жахливоїть. А, це колишній міністр? Менполіточний труб. Три-чотири. Зорян Шкиряка! Подаляшка. Ну а чо? А Шкиряк? А Шкиряк чого? То же саме. Ну, шки... Був же ж цьому... В надзвичайних справах був, то в медицині може себе попробувати, правильно? Ну а чо вам, не им пайнують? Чого вони так? Ну, серйозно. Я б вам не отвечу. Ну, чим вам Ляшко не подобається, що вам Ляшко зробить? Ха-ха-ха-ха! Должна быть на Украине произведена тотальная коррупціонна чистка с введением через конституционный... через конституционное законодательство изменения тотальный отчет всех, кто имел отношение к государственной службе на Украине. Че, смертную казнь ввести, я не знаю? Или... ну, что? Нет, просто закройте. Что-то такого прямо сказать? Прекровно радуй пустить туда... А я... Куда пушу? Иприт. Иприт, знаете, что такое? Так, а при чём? Тут надо же всё равно выбрать людей, которые... Подождите. Подожду. Выбрать следующий. Так, а сколько... Мы же уже выбираем. И тоже Ипритом. И так где-то три раза, а потом... А шо это такое? А потом просто никто не захочет избираться. А потом просто люди подумают. Иприт это газ. Иприт. Иприт. Газ. Газ. А, затравить, завести всех в системную залу и... И всё. И до одного. И до одного. И до одного. Это как это... Бесславные ублюдки. В фильме. Политика... По крайней мере, в ближайшее какое-то время. Это не конёк Украины. И просто-напросто перекидывают, как горячую картошку. Знаете? От одного... А что конёк Украины? Конёк Украины? Да. Да шо. Народ. А что народ может предложить миру сейчас в Украине? Наш? Да. Мир. Но я не могу тоже... Понимаете... Народ миру, а мир народа? Мы не можем говорить сейчас... А, мир в смысле? Мир во всем мире. Ну, хотелось бы, да. Ну, так будет Черновецкий, будет мир всех. И Ашкиряк, подождите. Я вообще не знаю, что его имя фамилию. Ха-ха-ха. Надо хоть сегодня за Википедить его или за губ. За Википедить, да. Кто это? Здоровый способ життя рассчитываю. Это основной направленность. Правильно? Парилочка. Зимой по снегу по своими ногами хожу. Можу в Аполонце покупаться. Вот и всё. Вот это всё медицина. Каждый человек себе думает, вот я там буду, и я буду там себе что-то брать, гребсти и так далее. Ну, Аляшко будет брать? Да, конечно, все будут брать. Все будут? А вы бы брали, я бы тоже брала. Ну да, в разумных мерах, везде, во всем мире всё берут. Каждому надо поменять философию бытия. Бо если люди сегодня, вот я там где живу в районе, в нашем районе была одна аптека, ну правда сейчас подвоилось население, но аптек стало 14. И все процветают. Вы можете вот зрозуметь поревнение? Нас присадили на эти препараты, на медицину. Зазомбовали. И люди добровольно относятся к величезным деньги. Как зомби идут все в аптеки. И мало того, что они гроши, они не добывают здоровье, а втрачают здоровье. Понимаете? Чуть-то они все какие-то... Чуть подозрительно, Макс. Аж корректно, насколько я знаю, это партия Батьковщины. Особенно, как люди его мало поняли, а насколько он реально... Может быть, он был наибольшей реальной кандидатурой, потому что других двух я знаю. Они должны отчитаться в период с становлением Украины с 90-го года по 2015-й год и должна быть произведена тотальная чистка всех руководящих звеньев в 45-миллионной стране. Если говорить о медицине серьезно, то она должна быть страховая медицина. И что-то говорить, кто сейчас будет в руле... Ну, кто бы ни пришел, ему будет трудно. Хотя бы потому, что ему будут ставить палки в колеса. Ну да, система. Да, много, кому это невыгодно. Ну, по-моему, в этом КТР уже 20 сварим. Ну да, да.